Девушки отдыхают Девушки отдыхают Над безднами горы стоят Это первые строки стихов поэтессы Фаусад Балкаровой Уроженка Кабардино-Балкарии, она, как и многие ее земляки, не уставала радоваться красоте этого края Вот и Нальчик, расположенный в полукруге из гор, красивый и ухоженный город В самом сердце которого стоит кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины Идея храма была благословена еще митрополитом Гедеоном в 2002 году с назначением сюда благочинного протерея Валентина Боболева И вместе с этим назначением пришел указ о скорейшем возведении в городе Нальчике нового собора В чем, помоги вам, Господи, было подписано в конце Ввелась работа сразу в разных направлениях, но таким основополагающим фактором стало, конечно же, избрание проекта самого храма В 2003 году в Доме архитекторов был выбран проект Александра и Дмитрия Татариновых, который и стал проектом этого храма будущего строящегося В сентябре 2004 года состоялась закладка первого камня, освещение места строительства и закладка капсулы с посланием потомкам Владыка Феофан вместе с президентом республики Валерием Мухаммедовичем Коковым заложили капсулу и первый камень в основание храма Но до этого фундамента был еще один Заложили его те люди, которые много веков назад принесли сюда христианскую веру С благой вестью в горах Кавказа были пять апостолов Святой Андрей, Святой Иуда Фаддей, Святой Варфоломей и апостол от 70, Святой Фаддей Позже сюда приходили миссионеры из Византии и Грузии В пятом-десятом веках на территории Северного Кавказа было уже несколько епархий Помнить об этом необходимо и важно, чтобы не говорить никогда, что христианство это какая-то религия, пришедшая откуда-то из России Потому что сюда она пришла как раз таки из самого места зарождения религии, из Иерусалима И для местного народа знание того, что здесь на этой земле окончили свою жизнь святителя Златоуст И многие другие ссыльные, которых почему-то на Кавказ ссылали как в ссылку раньше Это тоже немаловажно, потому что, наверное, такие великие светочи, которые прожили всю жизнь в Византии Стали там, ну, людьми, конечно, золотой век литературы, которую открывали в Византийской Вот, и то, что они здесь побывали, как побывал здесь и представитель нашего золотого века литературы Александр Сергеевич Пушкин, Лермонтов, да Все это очень знаменательно для этой республики и является ее историей Поэтому я думаю, что не стоит об этом забывать Зная все это, представить столицу Кабардино-Балкарии без православного храма представляется практически невозможным Хотя еще в 1826 году при Нальчикской крепости был построен храм Симеона Столпника Через четверть века его перестроили в каменный, а в 1928 году разрушили Но теперь посмотрите внимательно на купола собора Марии Магдалины Находите сходство, так в новой церкви можно увидеть и черты храма 19 века Строительство собора шло довольно быстро Уже в 2008 освящены купола, а через два года здесь совершили первую божественную литургию Тогда не было еще ни росписи, ни устройства внутреннего, ни алтаря Но богослужение уже в нем совершалось А в 2012 году владыка Феофилакт осветил нижний предел в честь встретения Господа нашего Иисуса Христа А в этом году в неделю жен мироносец, патриарх московский и всея Руси Кирилл осветил и сам собор Сегодня совершается событие, которое еще предстоит оценить историкам Но тем, кто живет сегодня на благословенном Кавказе, ясно и понятно С нами наш любящий отец, который прибыл сюда с миссией мира и благословения Здесь историческая традиция нашего многонационального народа Добрые отношения в первую очередь православных и мусульман, но не только А всех традиционных религий России Должны быть залогом мирной, спокойной и процветающей жизни И я с особым чувством произношу эти слова здесь, в Нальчике Обращаясь к православным моим братьям и сестрам, которые молились в этом соборе А также и к мусульманам, и ко всем другим братьям и сестрам Наша сила в нашем единстве Наверняка у многих из вас возник вопрос Почему же именно святая Мария Магдалина была выбрана в качестве небесной покровительницы собора? Для того, чтобы это узнать, нам необходимо обратиться ко временам 16-го столетия Здесь находилась соединительная земля, которую в простонародье называли Черкесия От тюркского слова, которое переводится как разделяющая Потому что земля разделяла Русь и Грузию Которые, в принципе, оба были православными государствами Здесь дорога проходила через нынешний Владикавказ А боковые земли, вот вокруг как раз таки Осетии, были племена кочевые, разные горцы И в те давние времена послы из Кабарды, за счет того, что Османи нападал со стороны Черного моря Пошли к царю, чтобы присоединиться к нашему государству И вот в это время Русь породнилась с Кавказом Кабардинская княжна Кученей или Гойшеней вышла замуж за царя Ивана Грозного Княжна приняла таинство святого крещения и стала Марией во имя святой равноапостольной Марии Магдалины Венчание состоялось в соборе Успения Престой Богородицы, ныне Кремлевского музея Василия Блаженного И поэтому именно эта святая была выбрана для покровительства над столичным городом Кабардино-Балгарской республики Того самого места, откуда родом происходит ее семья В 1957 году кабардинской княжне и русской царице установили памятник Надпись на постаменте гласит «На веки с Россией» Среди прихожан наших храмов есть люди разных национальностей, коренных национальностей кавказских народов И это говорит и о глубоких корнях христианской проповеди, и о том, что корни эти не пересохли и приносят свои плоды Когда ты служишь на Кавказе, нужно знать, что твой посыл здесь не к этносу, не к отдельно взятой национальной культуре А вот как никогда ты чувствуешь, что здесь посыл ко всей церкви, где во Христе нет ни Иудея, ни Элина И, пожалуй, это самая важная, самая грань, которую ты всегда чувствуешь, особенно на Амвоне, выходя на проповедь Слова Божия Одним из главных украшений этого храма, безусловно, является его роспись Ее начали делать в 2012 году И продолжалось в течение его четырех лет, фрагментально, по возможности, расписывали московские художники И уже перед освящением, самым непосредственно, они прям заканчивали с минуты на минуту, так сказать, патриарх заходит, они краски выносят Сам приезд патриарха стал для Нальчика и для всей республики знаковым В Кавказские республики впервые приезжает глава православной церкви И освящение этого собора в одной из кавказских республик стало таким вот событием историческим Безусловно, которое войдет в историю и самой республики, и нашего государства, и православной церкви И это, безусловно, является сближающим фактором Здесь, на территории Кабардино-Балкарии, очень развито, естественно, понятие такой вот межнациональной, межконфессиональной дружбы Что для жителей средней полосы не совсем понятно Но мы здесь находимся, так скажем, на границе И поэтому на этой границе мы предпочитаем добрососедские отношения, чтобы не было войны И даже, в принципе, не так боимся мы войны, как разгневать Господа своим поведением Если мы не будем к ближнему хорошо относиться, ну и Господь нас всеми национальными факторами к этому хорошо подталкивает Мы, в общем, в принципе, дружим И приезд к Патриарху встречали все национальные представители в национальной одежде Здесь стояли представители всех национальностей, которые проживают в республике А их больше 30 Это Кабардино-Балкария лишь только коренные такие вот основные национальности А так множество национальностей, которые проживают в ближних регионах А также и малые национальности, которые, в принципе, не вошли просто в название И они также встречались с святейшим патриархом. Это знаковое событие для республики и освящение этого собора уже сразу повысило интересы к самому зданию. Собор этот один из самых крупнейших и одновременно красивейших на Кавказе. Службы могут посещать до тысячи человек. Площадь застройки 800 квадратных метров. Конечно, для православных христиан и для самого города это здание является архитектурным. Достоянием, потому как республика наша сравнительно молодая. И город также молодой, ему чуть больше 200 лет. И архитектура, в принципе, старый город, он был еще не столичным тогда, когда он существовал. Это была крепость. Естественно, здесь такого архитектурного ничего особенностей не было. И строительство храма с такой сложной архитектурой стало именно культурным, также обогащением городского ландшафта. Впервые за историю нескольких сотен веков патриарх русский посещает территорию Северокавказских республик. Мы этим событием, освящением начинаем празднование 460-летия добровольного вхождения Кабарды в состав России. Есть в храме и свои святыни. Это, конечно же, образ небесной покровительницы собора, икона святой великомученицы Варвары с частичками ее честных мощей и иверский образ Пресвятой Богородицы. Но и другие святыни, или, вернее сказать, артефакты, хранятся в музее этого храма. Он еще развивается, мы еще собираем для него артефакты. То есть там довольно-таки пока древних предметов таких нету. Но я думаю, что главное начать, а потом все с миру по нитке, голому рубашка. Вот. Я думаю, что у нас все получится с Божьей помощью. Собор Святой Равноапостольной Марии Магдалины – это еще и, выражаясь современным языком, просветительский проект. За моей спиной – православная библиотека, а совсем рядом – музей. И музей, и библиотека находятся рядом со входом в нижний храм собора. Владыка Феофилакт удивительно отметил при освящении нижнего храма, что он освящает как бы корешок, из которого вырастет богатое плодами христовыми дерево. И вот, начиная там богослужения, архитектурная особенность храма позволяла приспособить помещения подсобные под какие-нибудь нужды. И мы подумали, что нет более нужных нужд для православного христианина, чем просветительская деятельность. Поэтому с одной стороны мы сделали библиотеку, с другой – музей. Такова история этого собора. Короткая она или длинная – решать вам. Отметим только, что, делая первые шаги, этот храм продолжает тот длинный путь, который начали первые христианские общины горских народов – святые апостолы и Мария Магдалина, святая при жизни, не бывавшая в этих местах, но незримо присутствующая здесь и предстательствующая перед Богом за эту землю. Субтитры создавал DimaTorzok